по поводу сокращение приездки полночи ну я думаю что сегодняшний курс президента направлен на то чтобы усилить роль парламента который все это время не выполнял полностью те функции на которые были возложены да то есть и среди граждан парламент стал каким-то придатком президенту я думаю что это надо исправлять и если те реформы которые намечаются которые уже были провозглашены на будут по этому пути нас вести то отлично ну сократятся смотря в каких отношениях президент на то и президент чтобы решающую роль играть все таки он строит отношения с другими государствами поэтому это очень ответственно поэтому от него много зависит это очень важно думаю да это правильные изменения политические которые будут идти более демократическим государством более открытому народу и так далее все равно типа изменений такого не будет парламентской республики в принципе это хорошая идея если смотреть на другие страны но как я говорил скорее всего такого у нас все равно не будет это отлично я считаю все таки надеюсь к лучшему все приведет потому что уже как бы понять времени то в общем ждем лучше ну считаю парламентская республика отличное решение только именно проблема в том что реализация у нас я ожидаю самого худшего парламент все таки как бы более демократический режим правильно он делает потому что чтобы приходили умные люди образованные люди чтобы страна шла вперед происходили изменения чтобы не было застоя все должно вновляться изменяться сильный парламент нам нужен необходим даже да потому что уже как бы в руках одного человека не будет власть получается то есть уже будет свобода выбора непосредственно уже будет допустим акимов областей там у акимов городов уже ну и сельских округов парламент у которого есть определенные рычаги на влияние также принятие решений определенных помимо президента это есть по сильный парламент я считаю сильный парламент нам нужно сильные в чем заключается сила в том чтобы адекватные решения свешенные принимались чтобы учитывалось мнение народа сильный парламент это парламент собраны из специалистов но не просто специалистов которых кто-то поставил сильный парламент это парламент собранный из людей за которых проголосовали которых свои избиратели знают они знают часть их программы сильный парламент это парламент где есть и люди вне партии вне блоков которые просто со своего участка например да предлагая привлекательную программу или какие-то реально серьезные решения проблем. Получил одобрение и легитимацию своих избирателей. И вот это и есть сильный парламент. Парламент дела, парламент, где есть прения, парламент, где каждый вопрос обсуждается очень горячо. Сильный парламент – это тот парламент, за выборы которого хочется прийти и проголосовать, как мы на президентский ходим, понимая, что есть кандидаты и так далее. Парламентские выборы у нас, к сожалению, в Казахстане явка не такая, ажиотажа и серьезной общественной дискуссии по этому поводу, к сожалению, нет. Сильный парламент, ну в первую очередь в образованных людях и в людях, которые хотят, чтобы страна наша развивалась, шла вперед, чтобы страна была аграрной, не только нефть, газ, потому что мы очень сильный Казахстан именно в аграрном секторе, конечно, потому что нефть, газы, они когда-нибудь заканчиваются. Думаю, что нужен сильный парламент, с умными людьми сильными. Сильный парламент – это в первую очередь тот парламент, который слушает средний класс, в первую очередь средний класс, потому что в среднем классе заключается экономическая мощь страны. Чем больше среднего класса, тем лучше государство. Продолжение следует... Продолжение следует...